Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24 в студии Елена Самарина. И вот основные темы к этому часу. Эпизоотическую ситуацию по болезням животных обсудили в региональном правительстве. Подробности в выпуске. Барнаул больше не орденоносный. В краевой столице решили демонтировать буквы на здании по проспекту Красноармейскому 118 из-за аварийного состояния. Более 9 тысяч пенсий по инвалидности назначили жителям Алтайского края в беззаявительном порядке. На заседании правительства Алтайского края обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням животных в регионе. Провел его губернатор Виктор Томенко. О сложившейся ситуации и мероприятиях главе региона и членам правительства доложил временно исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров. В текущем году на территории 10 стран регистрировалось 106 вспышек ящура. На территории региона проводится профилактическая вакцинация животных против этого заболевания. Актуальна для нашего края и такая болезнь, как гриб птиц. В регионе в 12 районах функционируют 19 птицеводческих предприятий. Для того, чтобы не допустить заражения птиц, специалисты государственной ветслужбы постоянно осуществляют контроль за работой предприятий. В следующем мере по профилактике особо опасных заболеваний, в том числе и заразной идеологии, является утилизация биологических отходов. В наших подвинутых учреждениях в настоящее время 39 крематоров, в том числе один мобильный крематор на базе автомобиля газон, показано на снимке. 36 крематоров у нас на твердом топливе. Это алтайская разработка, то есть мы отработали на угле. И три на дистопливе, которые были приобретены у нас ранее. Виктор Томенко акцентировал внимание на обеспеченность кадрами, заработной плате специалистов, а также на строительстве здания для государственной ветеринарной службы края. Уже разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит государственную экспертизу. Строительство здания позволит создать в регионе ветеринарный кластер, в котором будет размещена ветеринарная лаборатория, краевой ветеринарный центр и управление ветеринарией края. То поручение, продолжая действовать, о котором мы говорили еще в 2019 году, о необходимости строительства объекта. Обстановка, вы знаете, непростая, и в эти годы была непростая. Там был и ковид и так далее. Какой-то специальной федеральной программы нет на эти цели. То есть мы можем рассчитывать только на собственные краевые деньги, чтобы включить это все в краевую адресную инвестиционную программу. Но пока идем по плану, надо все-таки получить проект, пройти его экспертизу, получить, и дальше уже будем искать возможности каким-то образом начинать собственно создание этого объекта. А я продолжу. Более 9 тысяч пенсий по инвалидности назначили жителям Алтайского края в беззаявительном порядке. Об этом сообщает официальный сайт региона. В этом году оформлено более 4 тысяч страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее их не получали. Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате социальный фонд принимает по данным Бюро медико-социальной экспертизы. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе социального фонда, а также в МФЦ. Барнаул больше не орденоносный. В краевой столице решили демонтировать буквы на здании по проспекту Красноармейскому 118 из-за аварийного состояния. Подробности далее. В 1980 году масштабно праздновали 250-летие Барнаула. Тогда же город наградили орденом Октябрьской революции. В честь этого на кровле жилого дома решили установить буквы и знак ордена. Орден учредили в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В СССР он считался вторым по значимости после ордена Ленина. Городам его присваивали за большой вклад в становление и укрепление советской власти. Две буквенные конструкции в Барнауле разместили, чтобы зафиксировать почетное звание. Одну на доме по проспекту Ленина 53, другую здесь, на Красноармейском 118. Установка букв именно в этом месте не случайна. Она фиксирует направление на площадь Победы и на вокзал, чтобы приезжие могли увидеть и понять роль города. Сегодня, 40 лет спустя, буквы на проспекте Красноармейском 118 решили демонтировать. Об этом сообщили в городской администрации. По словам главы краевой столицы Вячеслава Франко, их состояние оценили во время плановой экспертизы. Конструкцию признали аварийной. При порывах ветра, а может быть еще при каких-то других условиях, они просто могут упасть. Опасно для жизни, это такая угроза. Мы заключили контракт, мы нашли подрядчика и буквы мы эти будем снимать. Кстати, буквы, размещенные на доме по проспекту Ленина, 53, сняли в 2017 году, тоже по причине аварийности. В 2021-м их установили на кровле здания городской администрации по адресу Гоголя, 48. Архитекторы говорят, такие конструкции не просто представляют собой историческую ценность, а формируют своего рода топонимику города. То есть по ним люди ориентируются и назначают встречи. Однако, по мнению Андрея Атаджанова, надпись «Барнаул – город орденоносный» могла бы украсить фасад важного для Барнаула парадного здания. А вот что думают о демонтаже конструкции жители краевой столицы. Не надо убирать. Как напоминание, что город такой. Скорее всего, на реконструкцию, я думаю, значит, к лучшему. Преобразят и поставят на место, если это надо. Не знаю, как-то не обращала внимания. И учились здесь, жили здесь. Как-то не смотрели туда. Ну, не хотелось бы. Это уже как будто какая-то достопримечательность местного района и вот этого вот кусочка города Барнаула. Потому что постоянно здесь гуляем на обеде и постоянно они как бы глаз радуют. Демонтаж начнется уже на следующей неделе. После этого буквы передадут на хранение в «Автодорстрой». Дальнейшая судьба конструкции пока неизвестна. По словам Вячеслава Франка, ее решат вместе с жителями города, общественниками, депутатами и представителями ветеранского движения. Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. В Алтайском крае прошел региональный этап всероссийского конкурса «Мисс УИС». Конкурсантки из уголовно-исправительной системы соревновались в красоте и специальных дисциплинах. Всероссийский конкурс профессионального мастерства красоты и талантов «Мисс УИС» проходит раз в три года. На региональном этапе в Алтайском крае участие приняли 14 сотрудниц уголовно-исправительной системы из Барнаула на Валтайск, Обийск, Рубцовск и Шипунова. На первом этапе конкурса девушки соревновались в стрельбе и других спецдисциплинах. А уже второй торжественный этап включал в себя творческий конкурс «Дефиле в форме на одежде и платьях». То есть все то, что встречается на других конкурсах красоты. Журить в принципе очень сложно. Я была на месте девушек и первый раз на месте жюри. И это гораздо сложнее, мне так показалось. Но журить не только по канонам красоты и творчеству, а еще по тому, насколько передали профессию, мне кажется, это облегчало наоборот наши труды. Для Дмитрия Лапшина, первого заместителя начальника УФСИН России по Алтайскому краю, напротив, непривычно было наблюдать за творчеством сотрудниц. Мы привыкли видеть конкурсантов в форме, строгими, серьезными, работоспособными. И здесь они раскрываются в другом свете. После долгого совещания жюри определила тройку победителей. Елене Широких, ФКО СИЗО 1. Александре Архиповой, уголовно-успомнилевая инспекция. Наталья Никулина, ФКО СИЗО 8. Сильно сложных не было конкурсов, но самым волнительным, я бы сказала, был творческий конкурс. Потому что в обычной жизни мы с этим не сталкиваемся, на сцену мы никогда не выходим. И очень было волнительно выйти на сцену. В зале Наталью поддерживали две ее дочки и родители, а также коллеги. Об участии в федеральном конкурсе «Мисс УИЗ» она пока не задумывалась. Но это и к лучшему. Зачем такую красоту отпускать за пределы региона? Им и у нас тут работа найдется. Константин Ганов, Илья Алексеев. Новости. К этому часу пока все. Еще больше новостей можно найти на нашем официальном сайте katun24.ru. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть во Вконтакте, в Одноклассниках и в Телеграме. Предлагайте свои темы, о самых интересных мы расскажем в эфире нашего телеканала. Не переключайтесь и увидимся в 13.00. Субтитры создавал DimaTorzok